Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте. Сегодня у нас в эфире макияж с первыми впечатлениями от косметики китайской, марка называется ZC. Если я правильно произношу, вставлю на экране, как пишется. Продается она на официальном сайте марки и на Алиэкспресс, и знаменита своими очень такими красиво выглядящими, сложными, навороченными упаковками. В частности, наверняка видели вот эти вот помады с дракончиками на просторах Инстаграма. Они и внутри сама пуля очень красивая. И также другие серии помад у них были с красивыми кейсами и разнообразные палетки теней на разные темы. Они коллаборировали с разными интеллектуальными собственностями, если это правильно по-русски так сказать. У них была коллекция с Британским музеем, у них была коллекция с Алисой в стране чудес и так далее. И меня эта марка очень всегда интересовала. На просторах американского ютуба я видела много обзоров на нее. Поэтому я дождалась скидок на Алиэкспресс и прикупила себе четыре продукта. Я взяла кушен, то есть тональное средство для лица. Я взяла вот такую вот очень миленькую палеточку теней на четыре оттенка. Как я вам уже показала, у меня есть помада. И я купила также бальзам для снятия макияжа, которого у меня в данный момент нет под рукой. И в подарок мне прислали еще несколько вещиц. Среди них был вот этот праймер фиолетовый для лица. Так что я буду краситься этими продуктами, все впервые пробовать и делиться с вами первыми впечатлениями своими от этой косметики. Итак, поехали. Начну я с теней. Вот такая вот палеточка, вернее, это упаковка, коробочка. Открываем. Открываем. И внутри вот такая вот милейшая палеточка с фуксиевого цвета котиком. Внутри совершенно не то, что я ожидала, потому что я сейчас вставлю картинку, как это выглядело как бы при покупке. И я ожидала холодную палетку с розовым шиммером. Ну, а это вообще нифига не холодная палетка, это скорее розовая палетка с таким довольно тепленьким коричневым. Но, тем не менее, есть то, что есть, будем пробовать. И какие бы мне кисти взять, возьму я, наверное, рефер. Как-то из тех кистей, которые я пробовала, рефер, по-моему, самый универсальный, с максимальным количеством формул теней у меня работали. И я беру вот этот светлый матовый оттенок, который я думала, что будет холодный, бежевый, а он реально какой-то персиковый, я бы сказала. И начинаю его наносить в складку. Конечно, надо было бы чем-то высветлить под брудью. Ну ладно, сейчас я возьму пудру и высветлю. Он недостаточно однозначно светлый, чтобы высветлять. Ну и, кстати, для складки такой тоже условно-темный, так скажем. Скорее цвет дает, чем какую-то глубину или скульптуру. Подозреваю, что глубины с этой палеткой будет вообще очень проблематично добиться. И, кстати, ну, как вы видите, пигментация весьма слабенькая и акварельная. Я беру пудру свою Аквашуренс, которую использую в основном как такую большую однушку кремовых теней. Пройдусь чуть-чуть под бровью, потому что я, конечно же, выщипала пару полосков перед началом съемки видео. Поэтому там надо чуть-чуть выровнять тон кожи в этом месте. И теперь вернусь к этому персиковому оттенку. И еще раз сделаю попытку углубить цвет, но нифига у меня не получается. Есть вот то, что есть, и сильнее его наслоить мне не удается. Ладно. Беру кисть-карандаш и вот этот вот потемнее коричневый оттенок. И начну им по моей любимой схеме макияжа в последнее время, такую, как выстраивать стрелку. Растушевывание. Так, меня отвлекли по работе на 30 минут. Но я возвращаюсь к наслаиванию тенюшек на этот глаз. Наслаиваются они плохо. Очень акварельные. И никакой тут глубины мне добиться не удается. Причем как-то странно. Я вижу какое-то белое, светлое пятно, куда мне не удается наслоить тени никак. Но зато растушевывается очень хорошо. Градиентик прям такой красивый. Я веду вот сюда повыше. В общем, такие типичные в азиатском стиле тени. Акварельные, легко растушевывающиеся, не дающие никакого бобамистого эффекта. Все. В пределах ожидаемого. Палетка, прямо скажем, не для вечерних макияжей. И, в принципе, наверное, не особо такая. Ну, самостоятельная для кого-то такой макияж. Это вполне даже полноценный. Я, конечно, люблю немножко... Ну, хотя как? Иногда я и не делаю больше глубины, больше выразительности на повседневном макияже. Иногда я вообще без макияжа. Но я имею в виду, что если, допустим, куда-то ехать и брать такую палетку, то она не очень многогранная. Потому что, ну, по сути, с ней можно только один макияж сделать. Можно, конечно, попробовать, например, коричневый сразу в складку наносить. Будет немножко более выразительный макияж в целом. Но все равно не получится скульптурировать глаз. Потому что не получится затемнить наружный уголок. Уже не о чем будет. Так что именно как палетка для поездок. Если человек любит очень легкие акварельные макияжи и устраивает то, что никакого разнообразия в смысле там цветовой схемы не будет, то можно ее использовать таким образом. Но я люблю все-таки палетки, которые дают больше возможностей для маневра. Вот, например, палетка, которую я получила на тестирование от магазина YesStyle, от сайта YesStyle. Она вообще была для бровей, как оказалось, но она очень даже неплохо работает. Очень хорошо работает палетка теней для век. Я даже на самом деле не вижу ее применения в качестве теней для бровей, потому что там три оттенка. Совсем светлый, средний и такой довольно темный. Я не совсем понимаю, кому эти все три оттенка нужны в качестве пудры для бровей. Мне кажется, что это немножко как-то странно. Я еще понимаю, два оттенка могут подходить человеку в качестве пудры для бровей. Я, допустим, тоже люблю, чтобы хвостик был более темный, а начало брови более светлое. Но три оттенка с такой сильной градацией, по-моему, довольно бестолковые. А вот в качестве теней для век это очень даже хорошее решение. Вот она более такая многогранная, потому что с ней можно и прям хорошо затемнить. Ну, не прям так смоки там какие конкретные сделать, но неплохо можно затемнить. Короче, темнее, самый темный оттенок темнее, чем вот этот. И в то же время можно и легкий акварельный макияж сделать. И ей только не хватает каких-то сияшек, в качестве которых можно использовать хайлайтер или взять однушки какие-то красивые. Ну, вот как-то так. Давайте я попробую вот этот вот розовый. Он, блин, не знаю, даже шиммер или это матовый с глиттером. Сложно сказать. Давайте попробую его нанести пальцем. Да, это матовый с глиттером, и я не люблю на себе такие оттенки, и не люблю такую формулу, и это обидно. Так что я второй глаз немножко нанесу, чтобы как бы симметрия по цвету была. Но я сейчас буду перекрывать вот этим вот шиммером все это дело. Мне это вообще не нравится. Ну, вот такие вот, не знаю, как-то арбузные, клубничные оттенки. Мне вообще, вообще нифига на себе не нравятся. Терпеть их не могу. Возьму, попробую кистью, опять же, от Рефер. Этот шиммер, он крошится. Очень мягкий, очень мягкий. И, по-моему, лучше его все-таки наносить пальцем. Очень сильно крошится. Да, ну пальцем, конечно, лучше получается. Ну, так, ничего, симпатично. Если бы это было в той цветовой гамме, которую я предполагала, то было бы очень красиво. Больше было бы... Похолоднее было бы, если... Ну и вот этот вот матовый с глиттером мне вообще не нравится. Сама идея подобных оттенков. Они очень красиво выглядят в упаковке. Довольно бестолковые в смысле использования. Так, налетело под глаза. Я не знаю, видно вам, не видно. Налетели эти блестки под глаза. Просто страшно. У меня было небольшое количество персикового корректора под глазами. Но я сейчас сниму эти блестки и консилером пройдусь своим из Project Pen. Да, блестки осыпаются жестоко даже при нанесении пальцем. И у меня все руки в блестках. Мне придется пойти помыть руки. Иначе все, что я буду на лицо наносить, будет содержать в себе эти блестки. Сейчас вернусь. Скорее всего, единственный вариант работать с этим оттенком, это использовать его на клей для глиттера. Потому что, если он так осыпается при нанесении, то подозреваю, что в течение дня это все тоже будет осыпаться под глаза. Ну, сегодня у нас первые впечатления. Сегодня я с этим макияжем никуда особо не пойду. Займусь давайте лицом. Положили мне в подарок вот такой вот фиолетовый праймер. Вообще, я небольшая любительница праймеров. Но, во-первых, фиолетовый считается должен приглушать пигментацию. Ой, какой он, кажется, плотным. А у меня, ну, вы, наверное, видели довольно сильно заметные пигментные пятна. Вылезли они от моего посещения пляжа в этом году. Очень сильно, очень заметно. Надо было сначала праймер, потом консилер. Что-то я прохитила. Ну, ладно, сейчас разберемся. Не думала я, что праймер, даже фиолетовый, может как-то радикально погасить пигментацию. Потому что не каждый тональный, не каждый консилер ее перекрывает. Ну, ладно. Ну, вот я все еще вижу, только лицо мое стало белесое, как от санскрина. Не люблю я эти цветокорректирующие праймеры, честно говоря. Не верю в их вот такую вот работу с какими-то... То есть праймер, который наносишь на все лицо, не будет корректировать точечные несовершенства. Это однозначно. Если нужно скорректировать пигментацию или прыщики, то нужно наносить локальный корректор, а не праймер на все лицо. Добавила чуть-чуть консилера, чтобы границу стушевать так нормально. То есть это я с порядком нанесения немножко тупанула. Так, и у меня есть кушон. Он вот в такой очень красивой коробочке, которую я уже, конечно же, заляпала. И это стандартный совершенно... Я его уже вскрывала. Это стандартный совершенно кейс, только вот с красивым дизайном на упаковке. И, к моему удивлению, этот кушон идет без рефила. То есть он, в общем-то, не особо экономичный получается, потому что марка ZC тут заклеено зеркальце. Я уже сегодня в палетке теней его отковыривала с зеркала пленочку. Она, кстати, приклеена очень так жестоко. Вот так вот выглядит внутри такая красивая красненькая пуховка. Стандартно здесь открываем. Тут с каким-то иероглифом, не иероглифом. У меня сколько раз... А, нет, это не иероглиф. Мне сколько раз говорили, что у корейцев не иероглифы. И вот я открываю. Тут эта подушечка. Она сетчатая. И под ней, значит, этот состав выглядит достаточно светлый. Может быть, даже слишком светлый для меня, для лета. Ну, давайте попробую этим аппликатором. Не очень много средств выходит. Да, скорее всего, это для меня будет слишком светлый вариант. На лето я выгляжу как призрак. Это будет мой, скорее, для зимы подходящий кушон. Нанесу на ту половину лица, где у меня пигментация более выраженная, чтобы понять, насколько перекрывает. Мне вроде кажется, что так на первый взгляд довольно неплохо закрывает. Но только очень светлый. Сейчас мне это не супер подходит по оттенку кожи. Так я чуть-чуть подзагорела. Мне очень сложно оценить покрытие тональных на той стороне лица, где у меня нет пигментации. Потому что хорошие восточные кушонные тональные сливаются с кожей и непонятно перекрывают. И у меня особо нечего перекрывать с той стороны. Но вот на пигментации я могу сказать, что здесь на лбу видно, что перекрывает, но не полностью остается. Все-таки просвечивается. Но очень легко сидит на коже. Очень классно сливается с текстурой. Абсолютно выглядит пока что не тяжелым. Таким тоненьким слоем ложится. По текстуре мне нравится. Но это у меня, по-моему, первый оттенок. Да, C01. Имейте в виду, что он для прям совсем-совсем белоснежек. То есть мне зимой, скорее всего, он будет хорошо. Сейчас мне он светловат. И он такой выглядит, что вроде желтенький, но я бы сказала, что он какой-то нейтральный. У меня вообще обычно холодный потон кожи, но летом он, конечно, при загаре становится более теплым. Я бы сказала, что этот такой нейтральный. Да, вот веснушки на носу тоже не перекрывает полностью. На коже выглядит очень красиво. Вообще не видно никакой текстуры тонального средства. В этом смысле у меня не малейшие претензии. Претензии у меня есть по цвету, но и перекрывает не полностью. Сейчас, когда немножечко уселся, то еще меньше стал перекрывать, как будто бы впитался немножко. То есть покрытие слабое, но зато и незаметное на коже. И у меня есть подозрение, что будет очень плохая стойкость, потому что сейчас я прикоснусь пальцем. Не знаю, вам видно, не видно, от ногтя остались следы. Они, конечно, убираются. Ну и я такая, я прям вижу в видоискателе еще этот фиолетовый праймер. Вообще не в дугу, я такой привидение. Каспер, дружелюбное привидение. Честно говоря, боюсь сверху наносить кремовые продукты, потому что мне кажется, что они просто сдвинут этот бибикрем, этот кушен, и просто ничего не останется на лице. Поэтому я, наверное, сейчас все лицо припудрю, потому что так и так эту зону надо припудривать, и нанесу из своего Project Pen пудровые продукты. Закончу красить ресницы и брови, потому что у меня нет никаких новых продуктов, чтобы протестировать, и вернусь к вам уже с практически законченным макияжем, чтобы показать помаду и попробовать ее, и закончить это видео. Я к вам уже с полным макияжем и даже с помадой на губах, потому что я стала записывать клип, как я ее распаковываю и наношу, и почему-то оказалось, что он у меня не записался. Я сейчас проверила, на карточке его нет. Есть у меня подозрение, что еще у меня со звуком какие-то проблемы. В общем, сегодня не мой день, судя по всему, но я вам в любом случае покажу, как это выглядит, вот такая вот упаковка помады. Вот так вот вытягивается коробочка. Здесь, значит, такая бумажка с золотым героглифом и знаменитая помада с дракончиком. У меня она в оттенке М10. Вот так вот выглядит этот корпус. И, наверное, так на камеру это смотрится красиво, всегда очень эффектно. Но мой зоркий дизайнерский глаз сразу видит, что оттенок золота на дракончике и на самом корпусе отличается. И для меня это такая бесючая подробность, потому что, по идее, помада должна очень дорого выглядеть. Но вот такие вот мелочи, как разный оттенок золота, на мой взгляд, очень сильно удешевляют. И плюс помада такая очень тяжеленькая, тоже с претензией на люксовость. Но по тому, как звучит корпус, и вот когда снимаешь крышку, понимаешь, что тяжесть придает дракончик, а сам вот этот корпус очень такой дешевый, пластмассовенький. Но это все не столь важно. Не ради упаковки, в конце концов, покупается помада. Хотя такая помада, конечно, имеется в виду, что упаковка – это тоже отдельный, дополнительный бонус. И здесь очень красивая пуля. Я очень довольна, что я ее сфотографировала и сняла на видео для Инстаграм. И у меня есть возможность вам показать, как она выглядела в первозданном виде, нетронутом. Это тоже оттенок теплее, чем я рассчитывала. Я думала, что он будет более холодный. Может, это и неплохо, потому что такого точно цвета у меня в моем арсенале нет. Если бы он был холоднее, то, скорее всего, он повторял одну бальзамную помаду, которая у меня есть. И он, поскольку теплее тоже, чем я рассчитывала, он идеально подходит, на мой взгляд, к этому макияжу глаз. Вообще, я такие оттенки не очень люблю, такие вот теплые бежевые, теплые нюды. Но пусть будет, как бы уже купила, буду пользоваться. Так, в принципе, по-моему, очень хорошо смотрится, такой повседневный нюд, но именно на теплую сторону. И что касается финиша, помада сначала немножечко туго тянула, но это, видимо, из-за того, что новая, когда раскрасилась, то очень хорошо скользит по губам. Финиш у неё такой с претензией на матовый, но я бы сказала, что всё-таки полуматовый. Не классическая кремовая помада, нет такого блеска, но всё-таки и не абсолютно матовая. И вот я уже вижу, что, не знаю, вам заметно, незаметно, немножечко такая как белёсая полоска у меня появляется. Я где-то минут 20, наверное, с ней сижу, поскольку пока я проверяла, что у меня не записался файл, вот уже начала образовываться такая полосочка по краю слизистой. Так что может она этим грешить, но я ещё, конечно, буду пробовать и буду смотреть, как она с тебя поведёт в носке. Давайте я быстренько пробегусь по продуктам, которыми я сегодня пользовалась, и финализирую свои первые впечатления. Что касается палетки теней, она, конечно, очень милая, очень симпатичная, очень приятная. По цветам она не та, что я ожидала, она более тёплая, более персиковая, чем то, что на картинке. И по качеству матовые абсолютно то, что я ожидала, это восточного образца тени, как японские, как корейские, эти, насколько я понимаю, китайские. Очень акварельные, очень полупрозрачные, очень нежные, легко растушевываются, но до бабамистого состояния их даже не наслоить особо. То есть они такие вот именно нежные, акварельные, и ничего другого с ними сделать нельзя. Это неплохо и нехорошо, на всякий тип теней найдётся свой потребитель. Мне, в принципе, такие вещи нравятся, но единственное, что я бы, конечно, предпочла ещё сильнее иметь возможность затемнить наружный уголок, но с этой палеткой это не получится. Что касается вот этого шиммера, он оказался очень красивый, и я им в итоге очень довольна, потому что, когда я красила ресницы тушью и вблизи смотрела свои глаза, я поняла, что он классно выглаживает текстуру века. Очень похожий эффект на спешалы от Pat McGrath или от Linda Halberg. Очень часто подобные глиттерные оттенки, наоборот, жуют века и подчёркивают текстуру, а мои веки изначально склонны к... более текстурные, чем среднестатистические, и с возрастом это усугубляется, поэтому я всегда очень за тени, которые эту текстуру скрывают. Матовые, кстати, тоже очень, ну, за счёт вот этой нежной такой акварельности, тоже разглаживают, но именно вот к шиммерам обычно большая претензия, и в данном случае он очень красиво смотрится на моём возрастном веке. Пока что, вот я говорю, я час какой может быть с этим макияжем глаз, не осыпаются эти сияющие частички, но я буду, конечно же, ещё тестировать. Не осыпаются уже? Нет, пока вроде не осыпаются. Но я буду ещё тестировать и смотреть, и пробовать и с клеем для глиттера, и без. С клеем для глиттера, конечно же, этот разглаживающий эффект пропадёт, клей для глиттера всегда усугубляет текстурность век, поэтому я попробую наверняка и так, и так. Сейчас мне очень нравится, как выглядит эта сияшка на веках. И последний вот этот розовый оттенок мне вообще нифига не понравился, ни по цвету, ни по его текстуре, потому что по цвету это такой нежный, какой-то клубничный, я такие оттенки терпеть на себе не могу, они, на мой взгляд, придают моим глазам заплаканный вид, и текстуру матовый оттенок с большим количеством сияющих частичек я тоже не люблю, у меня в нескольких палетках такая есть, и я её считаю довольно-таки бестолковой. Скорее всего, этим оттенком я пользоваться не буду, но всё остальное... Мне нравится макияж глаз, который у меня в итоге получился, так что вполне возможно я буду ей пользоваться. Ну и если вы хотите кому-то сделать подарок, это, конечно, очень красивая штучка и очень милая, и такая для новичков, для молодой какой-то девушки, неискушённой в макияже, по-моему, очень подходящая в качестве подарка, в качестве такой первой, допустим, палетки теней, может быть очень классно. В моей коллекции я бы без неё, конечно, обошлась, именно по качеству, хотя вот эта вот сияшка мне прям очень нравится. Так, ну про помаду я всё уже сказала. Праймер довольно бестолковый, на мой взгляд. Я даже не уверена, что я буду его ещё пробовать, потому что мне не особо понравилась его текстура, я не почувствовала от него какого-то увлажнения или подготовки кожи. То, что я увидела, это только что я стала белее и розовее, что мне вообще-то не нужно. моему оттенку кожи не нужно вот это вот осветление и образовение, потому что обычно я всегда и так очень светлая и очень розовенькая. Сейчас летом это вообще обратный эффект дало, особенно с этим кушаном. Не знаю, у меня, честно говоря, большое количество разных праймеров. Ну, может быть, я ещё один раз его попробую, чтобы уж закрепить впечатление. Есть у меня большой соблазн сразу кинуть его в коробку с косметикой на расхламление, ну, наверное, для очистки совести. Один раз ещё его попробую с каким-нибудь тональным, с плотным покрытием, чтобы понять, как он подготавливает кожу. И, наверное, с тональным, с плотным покрытием, вот с этим, с клиник моим попробую, потому что он такой сильно персиковый персиковый и сильно плотный. И под него нужен хороший увлажняющий праймер. И вот эта фиолетовость, осветление, вот это не будет лишним, так что попробую с этим тоном, и тогда уже решу оставлять его или избавляться. Как и всё, кушон оформлен очень красиво, и у него есть, как, наверное, и у всего, что я сегодня пробовала, свои плюсы и свои минусы. Сложно вообще оценить, конечно, качество тонального средства, когда оно тебе не вполне подходит по цвету, Этот оттенок мне, скорее всего, гораздо лучше подойдёт зимой, и я надеюсь, что тогда я его протестирую более полноценно. Но пока что мне показалось, что он дико нестойкий, хотя это могла быть вина ещё праймера. Надо без праймера попробовать. Но зато у него очень красивая текстура, он очень красиво ложится на лицо, абсолютно его не видно, невесомое, незаметное тональное средство, степень покрытия слабая, как это водится с кушанами. Я считаю, что если у вас что-то серьёзное, типа вот как у меня пигментация, ну, на камеру её плохо видно, потому что этот цвет размывает студийный, но, в принципе, пигментация у меня довольно заметна, этот кушан её полностью не перекрывает. Но на самом деле редко какое-то средство из моего арсенала полностью перекрывает мою пигментацию. Как-то вот я не знаю, пигментные пятна обладают таким волшебным свойством просвечивать через самые плотные тональные продукты. Так что тут я особо не в претензии. Мне, конечно, очень нравится, что он выравнивает цвет лица и при этом остаётся незаметным на коже. Ещё продукт, который я сегодня не попробовала и не попробовала его заранее, это, конечно, странно немножко с моей стороны, это вот этот вот очищающий бальзам и очищающий крем. Я, кстати, даже не помню, смотрела я, он крем или бальзам. Вот так вот выглядит. Значит, здесь у нас лопаточка и, по идее, если потянуть за кольцо, должно открыться, но не открывается. Холера. А-а-а! Короче, тут вот так вот открывается, отрывается эта штука. О-о-о! Смотрите, как прикольно! Ух ты! Да, и здесь не крем, здесь стандартный, восточный, корейского, японского типа. Это вот то, что я называю щербетом, корейцын и японцы, и китайцы, соответственно, называют бальзамом. Пахнет он очень слабо каким-то цветочным ароматом, по текстуре совершенно типичный азиатский бальзам. И, в общем, не думаю я, что будут какие-то у меня к нему претензии, но и не думаю, что он меня поразит в самое сердце. Но если одно или другое произойдет, то я, наверное, в фаворитах и разочарованиях про это расскажу. Из всего этого покупала я тени, помаду, кушен и бальзам для снятия макияжа. Праймер мне пришел в подарок за покупку. Также в подарок за покупку мне пришли вот эти вот пады хлопковые, которые можно использовать для снятия макияжа мицеллярной водой или для нанесения тонера. Я вообще не большая любительница что-либо наносить ватными дисками или ватными прямоугольничками. По сути, использую только, чтобы подправлять макияж. Эти супер мягкие, как это водится с азиатскими подобными падами, но для меня это не критично, так как я не наношу тонер и не снимаю макияж ватными падами, то мне не нужно, чтобы они какие-то были супер-пупер мега мягкие, но приятно в качестве подарка их получить. И еще мне прислали в качестве подарка тоже консилер, но он во втором оттенке и совершенно очевидно для меня слишком темный. Я его сразу уже отложила, чтобы отдать своей маме, у которой гораздо темнее оттенок кожи, чем мой. Резюмируя мои впечатления первые от косметики марки ZC, мне показалось, что марка больше денег берет за упаковку, чем за собственное содержимое. У меня нет претензий пока что по качеству содержимого, все очень хорошее, но те цены, которые заявлены, я вижу их отражение в основном в этой, как говорят американцы, over the top, такой вычурной и сложной и дорогой упаковке, а не в самих продуктах. То есть, на мой взгляд, уровень качества, как у хорошей корейской или японской косметики. Я вот сейчас подумала, на самом деле, я хотела сказать, что слишком дорого это стоит для косметики с Алиэкспресс, но на самом деле, вспоминая те несколько брендов, те несколько вариантов косметики с Алиэкспресс, которые я пробовала, они были все гораздо хуже по качеству, по текстурам, чем это. Так что, возможно, даже она и за вычетом упаковки, сама по себе косметика стоит того. Вот, собственно, и все впечатления, которыми я хотела с вами поделиться. Прошу прощения за плохой звук в середине видео. У меня было сегодня огромное количество технических накладок со съемкой, и, как я уже говорила, пропал кусок, и со звуком чудеса. В общем, бывают дни, когда все идет не так. Сегодня как раз один из них, но, тем не менее, видео это я закончу и выпущу. Большое спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось и показалось интересным то, что вы увидели, то не забудьте поставить этому ролику лайк, а если сейчас еще что-то хотите интересненькое посмотреть, то YouTube вам предложит на выбор два других моих видео. Подсказки будут на экране. А я с вами прощаюсь, целую и обнимаю, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok